Поехали! И там большая каска на меня есть для местных, судя по городцам, котел для приготовления еды, там тиражный пробойный, катушки связисты. Куда же, как видите, сохранилось практически идеально, только краски нет. Здесь есть мух. Куда же травяшку? Похоже на него. Не хочет отдавать. Сейчас ты где сама рама? Прямоугольная такая. Да, контакт с деревом на пользу еще никому не шел. Еще дерево забрало. Все, что можно. Что, не идет? Зеленая, зеленая. Да, кстати, здесь часть краски. Вот такая вот похожая пачка. Сюда кем-то же попадает. Может, он не с войны стоит вот так? Нет, я думаю, что он отсюда не достал. Интересный рисунок тут. Еще не хватает вот здесь, двух половинок внутри. Решетка снизу есть. Еще одна решетка. Еще одна решетка здесь поможет быть. Снаружи здесь патроны. В количестве. Конечно, не очень интересно, но... Не упок полагается еще упаковка. Одна. Не знаю, если получится хотя бы одну излечь. В первозданном виде. Вот это... Получим охренное удовольствие. Кисло. Вот смотри, там идет дальше. Тут пачка. Все равно они все раскисли. Естественно. И не держат форму. Это вам не Карелия. Ну и мы сами, конечно, ведемся грубо. Без лишних прелюдий. Достопримечательностей. Навнутри тоже стоят, видимо. А то очень сильные. Старые, опытные трюки. Причем одна царская еще. Вторая, обычная. Да это ее так подождями оттащило. Какой? Нет. Затворцы, наверное. Магазин был, когда социал. Тыльник. Посмотри, как обмыл. Какой тыльник? Затвора. Затвора. Блянба. Как леденец. Отдыхаюсь после войны. Прошел случай, что здесь лежит винтовка Мосина. Какой-то веки мы не добираем за другими. Дерево? Это? Нет. Ну, явно не ее, потому что это же магазин. На нем же не может быть никакого дерева. Судя по металлу, у нее не будет дерева. Ого, смотри. Подсечка. Живая. Да, состояние железа такое. Продвиженное. Это не три там, а то у тебя будет... А то будет некрасиво. Опа, смотри. Мушка желая. Мушка там должна быть желая. Это специальный панк. Да. Он погнутый, он нет? Или нет? Не, не погнутый. Не погнутый. Ну, естественно, будет мушка целая. Да. Что-то на кончике слова. Дрень какая-то. Такая вот дологодняя треха. Украинка. Телегия. Залёта. Телегия. Пол. Высivals. Бесляет. Здесьnamы. М��Эк. Делğini, братья по левой, Легrijые теплые. Ак. В ağ VocêックÖ и помимо, по-русски секугали. Под поездку на камеру. Залегие теплень. У меня заствол от пулемета в льдре. Такой стволик. Вот же антен 24. Полотушка неплохая такая. Думаю краски. Попалась часть пистолета. Соперы постарались провести неполную разборку. Да кто его знает. Его срочно вызвали в штаб. Так, позиция какой же? Очередная граната М-39. Без клопочка. Верхняя часть. Тут переноски. Скупоки. Для снаряда. Невязкие. Согранки не буду, потому что она выросла. Что же это может быть? А? Если это опасно, то сразу выкидываем. А, туда. Кто играл в Call of Duty, сразу узнает окрашенный в рыжий цвет гранату. Это, конечно же, британец Миллс. Не иначе. Перед вами. Стоят тут. Отдыхаются. Советская каска. Лента от пулемета МГ. Немецкого полигра 7,92 на 57. Попала советская крышка. Стандартная. 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 Эмулированная. Боюсь, что я потерял. Нижняя крышка. Для гранаты М24. Внизу видно колечко. Фарфоровое. И видна резьба, которая включилась. Точная крышка на нее накручивалась. Крема такие. Так называемая курица. Советская граната F1. Крема в сборе. Не хватает того, что такое колечко, которое отгонило. Все остальное осталось скребой. Затворк к винтовке Музина. Все, он не плохой. Железо более-менее сохранялся. Импровизированная граната. Так называемая блокадница. Музина из корпуса минометной мины. Пятьдесяти миллиметровой. Пятьдесяти миллиметровой. Только видела вставка. Вот эта верхняя. Под резьбу для срывателя кровешников. Состояние. Краска. Наспиши. Наспиши. Пятьдесяти миллиметровой. Судик взял 37 миллиметров. Налеткая. Стальная. Стальная. Стандартная находка. Лизу. Пятца миллиметрная стареть. Пятьдесять. Восемьдесят миллиметров. Восемьдесят миллиметров. Немецкий. Вверхнюю часть. Пупка либо снаряда. Попорки для снаряда. предохраняла нос выживатель от механических повреждений. Еще надо мыла гранату. Субтитры создавал DimaTorzok